Известен, кто победит в бою между чемпионом мира и перворазрядником. Политолог Марина Солодкая сравнивает нынешние выборы с боксом. Когда в одном углу чемпион мира тяжеловес, а в другом начинающий спортсмен, результат предсказуем. Так и в нынешней предвыборной игре силы уж очень не равны. Политический вес одного кандидата в разы больше, чем вес остальных вместе взятых. Почему оппозиция не выставила реального соперника? Его просто нет. Знаете, вот если вы сейчас по этой лужайке будете все время ходить в течение полугода. Вот этой лужайки не будет. То есть ее всю вытопчет. Вот то же самое с оппозицией. Откуда она будет сильной, когда ее постоянно выкашивают? Никогда не будет там высокая трава, если вы каждый день ходите с газонокосилкой. Уверяет даже Катасонов, не смог бы реально бороться за пост губернатора. Хотя политического накала он бы добавил. А именно этого хотят в Кремле. Хочется, хочется давно Кремлю, чтобы наши губернаторы в первую очередь были вот такими победителями среди сильных. Это были акелы, которые не промахиваются. Но пока борьбы нет. Раз интриги не предвидится, то и интереса большого к выборам, скорее всего, не будет. Социологи предсказывают, явка будет небольшой. Придется приложить массу усилий, чтобы людей на избирательной участке заманить. Такая ситуация, она повлияет прежде всего на голосование в городах. Явка будет ниже, чем она была на предыдущих выборах губернатора. В селах она будет выше. И будем надеяться, что хотя бы в пределах 45-50% явка состоится. Впрочем, политологи предполагают, а в жизни иногда выходит совсем по-иному. Львиная доля опрошенных нами горожан заявила, на выборы они обязательно пойдут. Конечно, пойдем. В воскресенье выборы пойдете? Конечно. В выборы? Если время будет, пойду. В воскресенье выборы пойдете? Нет. Да, обязательно пойду. В воскресенье выборы пойдете? Нет. Почему? Без нас выберут. В воскресенье выборы пойдете? Обязательно. Юрий Мишенин, Виктор Горшенев. Наше время.